Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Анастасия Сидорова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глобальное потепление враг не только экологов, но и строителей. Из-за растепления грунтов даже самые крепкие здания могут поплыть. Чтобы избежать фатальных для Норильска последствий, в комплексный план заложены средства на термостабилизацию. Так, в следующем году начнутся работы на 10 домах, чьи фундаменты под угрозой. Устойчивость зданий тесно связана и с состоянием инженерных сетей. Если трубы изношены, то постоянные течи будут сводить на нет всю работу по сохранению мерзлоты. К слову, в этом году от Норильчана регулярно поступали жалобы на коммунальные аварии, которые пришли с наступлением отопительного сезона. Позиция градоначальника в этом вопросе однозначно. Меня там не волнует, чья это ответственность у КОС или у управляющей компании. Есть у ЖКХ, есть ответственные. Они должны свести их там за одним столом в одну кучу, как говорится, и решить эти вопросы. Все адреса мне переданы. Я на следующей неделе планирую проехать сам, посмотреть, чего сделано, чего не сделано. Там со всеми вытекающими последствиями. Мало устранять аварии. Необходима профилактика. Глава Норильска уверен, чтобы сохранить здание, нужно качественно менять подход к наблюдению. Те технические задания, по которым работали до сегодняшнего дня управляющие компании, я имею в виду по техническому и мерзлотному надзору за МКД, их надо пересматривать. Вот те, собственно, на нескольких листиках отчеты, которые не дают даже рекомендации по тем работам, которые необходимо выполнить для стабилизации или устранения, их там просто нет. Они должны быть там. Дмитрий Карасев признает, это приведет к удорожанию проектов. Зато специализированные компании будут предоставлять подробный отчет с рекомендациями, которые необходимо выполнить, чтобы сохранить то или иное здание. Сейчас эта система работает с недочетами. Подрядчик может указать, например, на трещину, а вот что с ней делать дальше, не указывает. Такая ситуация сейчас по Альгулю. Не хотел говорить, но есть там сложности. Выдавали отчет на двух листиках, собственно, и никто ничего не делал. Сейчас пожарно начинаем изыскивать средства, проводить отчет, проводить исследование, смотреть, что там и чего можно еще сделать, чтобы спасти здание. И это все в пожарном режиме таком делается. Не должно быть в пожарном, должно быть планомерная работа. Сейчас в администрации обсуждается вопрос о создании в Норильске муниципальной службы, которая следила бы за состоянием вечной мерзлоты и устойчивостью городских зданий. Ольга Ерохина, Маргарита Юрова, Евгений Журнов. Норильские новости. Шлаг может вернуться на дороге Норильска, только если пройдет сертификацию. Сейчас в качестве противогололедного материала используют отсев базальта или, говоря по-простому, щебень. Норильчане в соцсетях выражают недовольство. Автомобилисты пишут, мало того, что отсев неэффективен как материал, так еще и отскакивая от дороги, наносит повреждения машинам. В этом году дороги будут продолжать посыпать щебнем, но в последующих ситуация может измениться. Компания Норильский никель, как производитель этого противогололедного покрытия, так назову, шлака, проводит определенную работу в части его сертификации. Она непростая, эта работа, но знаю, что она уже на выходе. Как только будут получены положительные заключения по нему, мы сразу же перейдем на него. Это и дешевле, это и качественнее, чем то, что мы сейчас имеем. Предприятия Норникеля выступят участниками пилотного проекта по внедрению в Россию системы автоматического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Такой контроль в онлайн-режиме предусмотрен национальным проектом «Экология» и в перспективе будет действовать по всей стране. Соглашение заключено между Норникелем и публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Документ предусматривает внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ предприятиями компании, а также организацию мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилых зонах Норильска. Об этом сообщается на сайте Норникеля. В рамках проекта планируется определить различные типы источников выбросов и перечень конкретных веществ, установить и протестировать оборудование, выработать протоколы передачи информации. На основании полученных данных будут разработаны и утверждены необходимые нормативные акты. Все это позволит решить задачу, стоящую в рамках национального проекта «Экология». Оснастить приборами учета каждый источник выброса предприятий, которые будут в режиме онлайн передавать показания в государственные органы. Норникель заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха, как в городах, где находятся предприятия компании, так и России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому, желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями Норникеля, находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна. Следственный комитет Красноярского края выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей в Норильске накануне. Из окна выпала 14-летняя девочка. Трагедия произошла днём 21 октября в четверг на Комсомольской 44А. В результате падения с высоты девочка погибла. В эти дни сотрудники МЧС совместно с Центром семьи Норильский проводят профилактические противопожарные рейды. В фокусе внимания многодетные семьи. Кроме того, разъяснительную работу по технике безопасности проводят и в школах. Не играть с зажигалками, не включать без надобности плиту, не испытывать розетки на прочность. Это и многое другое норильским ребятам рассказывают на специальных занятиях, которые проводятся во всех школах города. Таким образом, в течение учебного года реализуется долгосрочный учебно-воспитательный проект «Город, имя которому – детство». Это такие мероприятия, как беседы, тематические классные часы, различные уроки, тренировочные занятия. И самое главное – это конкурсы различного уровня. Конкурсы школьные, городские конкурсы, краевые и федерального значения конкурсы. О пожарной безопасности стоит напоминать не только детям, но и взрослым. Особенно семьям с маленькими детьми. Специалисты МЧС и центра семьи Норильский ходят по квартирам. Проводят проверку противопожарного состояния помещений. Особое внимание уделяет отопительным печам, электрообогревателям, электроприборам, а также смотрят на наличие средств пожаротушения. Мы проводим обследование по местам местожительства многодетных семей. Семей, находящейся на социальном контроле. Семей, воспитывающей детей инвалидов. Смотрим датчики автономных пожарных извещателей. Также мы обращаем внимание на электропроводку, электронагревательные приборы. Проводим профилактические беседы о мерах пожарной безопасности. Выдаем памятки с телефонами экстренных оперативных служб. Ну, всего у нас получается за 2021 год обследована 361 семья. Екатерина Алексеева, Анастасия Сидорова, Евгений Журнов. Норильские новости. Авиакомпания «Нордстар» перевезла миллионного пассажира по итогам работы с начала 2021 года. Юбилейный пассажир был зарегистрирован ранним утром 21 октября на рейсе 106 по маршруту Норильс-Москва. Им стала Юденко Татьяна, вылетавшая из Норильска в столицу России. Авиакомпания торжественно поздравила своего миллионного пассажира, вручила цветы и сертификат на бесплатный перелет туда и обратно. По любому прямому внутреннему регулярному направлению маршрутной сети авиакомпании «Нордстар». Бесплатный перелет по любому направлению авиакомпании «Нордстар» в 2021 году. Это было очень приятно и неожиданно. Впервые такое вижу и участвую в таком. Воспользоваться сертификатом обладательница подарка сможет в любое время в течение года. Кроме того, пассажирку ожидал дополнительный бонус. Вместо экономического класса обслуживания Татьяна отправилась в полет в бизнес-классе. Мини-футболистки из Норильского интерната одержали победу на всероссийских соревнованиях среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Матчи проходили в начале октября в Адлере. Подробности в следующем сюжете. Сегодня тренировки у юных спортсменок проходят в штатном режиме. Большие соревнования позади. Теперь норильчанки готовятся к новым. В начале этого месяца они принимали участие в дебютном всероссийском соревновании по мини-футболу «Движение «Спорт для всех». Оно было создано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы приглашали уже существующие команды подобного состава без каких-либо отборочных туров. Участие норильчанок в соревнованиях стало возможным благодаря программе «Доступная среда» управления по спорту Норильской администрации. Команде уже много лет. Тренируются они уже давно. Много раз мы участвовали в проекте мини-футбол-школу, который проходит в нашем регионе. Они выезжали в Подмосковье, в Нижнем Новгороде были. Да, конечно, там уровень совсем другой, поскольку играют с детьми с общеобразовательных школ. Там немножко по-другому, но на территории они всегда занимают первое место и потом выезжают на всероссийские соревнования. Соперниками Норильского клуба «Севера» стали три команды из Москвы. Состав был смешанным. Нашим футболисткам предстояло противостоять не только девочкам, но и мальчикам. Оттого победа была еще приятней. Мы играли две игры. Одну игру мы выиграли со счетом 12-1, другую мы выиграли. Вторую игру со счетом 8-1. Заняли первое место. Кроме того, спортсменки побывали на экскурсии на «Розе хутор» и купались в море. Сегодня у команды большие планы. Юные чемпионки собираются и дальше заниматься любимым спортом. И, конечно, прославлять Норильск новыми победами. Екатерина Алексеева, Анастасия Сидорова, Евгений Журнов. Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. В студии была Анастасия Сидорова. Всего вам доброго. Каждый день мы думаем о будущем. Совершаем сотни простых поступков. Принимаем сотни обычных решений. Находим время для важного. Мы не можем изменить настоящее, но своими поступками мы создаем будущее. Всероссийская перепись населения. Такой простой, но такой важный поступок. Теперь и в цифровом формате. Создаем будущее. Вакцинация сделает нас сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова